АПЛОДИСМЕНТЫ Мы говорим о ментальных моделях, немножко говорим про разные алгоритмы. Слышно? Отлично. Я надеюсь, что вы проснулись и готовы об этом всем говорить. Да? Да, да. Короче, как-то вы не очень проснулись. Давайте еще раз. Меня зовут Настя, я инженер. Очень странно стоять прикованной к стойке, но... Я инженер, я пишу код в хорошие дни. В плохие дни прихожу и рассказываю о том, как я пишу код. Я работаю в прекрасной секьюрити-компании Казаклэбс. Мы занимаемся написанием секьюрити-продуктов и для инженеров, и для бизнеса. Очень многие продукты в вопенсорсе. И я вижу, так сказать, мир секьюрити с двух сторон. И как программист, и как человек, которым этим пользуется, и как инженер, который связан с разработкой таких штук. И вот сегодня мы поговорим как раз о криптографии с двух сторон. Окей? Да! Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Итак, представим, что вы программист. И вы такой, м-м-м-м, я пишу приложение, в моем приложении есть какие-то данные, и их, наверное, нужно защищать. Я что-то там знаю про безопасность, но что, где, как, куда? Похоже? Похоже. С другой стороны, есть инженеры безопасности, у которых вот и юзеры, и конечные пользователи, и программисты, и эти люди думают, как же заставить этих всех писать безопасно, использовать криптопродукты. И встретились два одиночества и спрашивают друг друга, как. Итак, рассмотрим наш типичный воркфлоу. У нас есть приложение, у нас есть какой-то продукт, в нем есть какие-то пользовательские данные, и в какой-то момент мы понимаем, что эти пользовательские данные нужно как-то защитить. Хорошо, если это произошло до релиза. Громковато. Хорошо, если это произошло до релиза, и намного хуже, если это произошло после релиза. Кто-нибудь был в такой ситуации? Да. А, кстати, кто вообще пишет код? Вот кто из присутствующих программисты на чем-нибудь? Хоть на чем-нибудь. Так, пять человек, шесть, семь, десять, двенадцать. Окей. А все остальные что делают? Студенты? Да ладно. Кто студент? Ну, не так уже много для студентов. А кто девопс? О, не знаю, сети о. Окей. Окей. Так, хорошо, а что делают остальные? Слушают. Слушают. Ну, я, в общем, рада, что вы пришли в субботу. Что? Рада, что вы пришли сюда в субботу послушать. Так вот, представьте себе, что у вас есть продукт. В продукте есть пользовательские данные. И в какой-то момент вы просыпаетесь с утра с мыслью, ай, надо бы их, наверное, как-то защитить. И какой вот типичный workflow? Первый вопрос, который возникает, определить data scope, да, определить scope данных. Что у нас за данные в системе? Какие это данные? Что из этого мы считаем sensitive? Что из существующей регуляции считают sensitive data? Кто что знает про GDPR? GDPR? 4, 5, 10, 12. Ну, хорошо, треть зала. Треть зала знакома с GDPR. И вы в курсе, что с мая 2018 года, через полгода, этот стандарт уже, ну, эти регуляции вступают в активную фазу, да? 25 мая? Ну, в мае, короче. Полгода. Просто вот ждать осталось полгода. И у кого инфраструктура уже готова к GDPR? Один. Окей. На вопрос, кто знает, подняли человек 15. Молодец. Умница. Так вот, мы определяем, какие у нас есть пользовательские данные с точки зрения бизнеса, да, нашего business value. Какие compliance, какие регуляции на эти пользовательские данные, какие к ним относятся. Мы там перетираем с бизнесами и плюс-минус это понимаем. Дальше больше. Нам же нужно подумать о технических данных, о метаданных, которые у нас есть в системе. То, что мы собираем логи, там, геометки, экзифы, куча всего, что не участвует непосредственно в пользовательской логике, но что так или иначе аккумулируется в нашей системе. И с этими данными нужно со всеми что-то делать. Конечно, мы помним о том, что эти данные могут храниться, могут передаваться, могут быть в памяти. Ну, вот это все, да? И здесь первая ошибка, которая возникает, мы неправильно определяем скоуп данных. Мы о чем-то забываем. Что-то у нас есть в логах. Что-то регулируется стандартами, а мы об этом знать не знаем. Как не допустить эту ошибку? Ну, подумать много раз. Проанализировать свою систему, построить модель рисков, модель угроз, осознать, какие данные мы защищаем, как мы защищаем. Если мы определились со скоупом данных, что мы делаем дальше? Давайте вот простой пример. Предположим, мы говорим о хранимых данных, мы говорим, что нужно защищать хранимые данные. Предположим, вы сказали, шифрование. Следующий шаг – это хеширование. Следующий шаг – это выбрать алгоритмы шифрования и хеширования. И здесь нас подстрекает вторая ошибка. Какой из этих прекрасных алгоритмов шифрования и хеширования стоит выбрать? Умницы! Никакой, это все старое. В общем, старое. Вторая ошибка – то, что мы выбираем неправильные алгоритмы. Спасибо. Старенькие, устаревшие. Как ее избежать? Ну, следить за новостями, следить за уязвимостями, не использовать то, что в ваших библиотеках помечено «deprecated». Ну, в принципе, это больше про знание и про здравый смысл, да? Да! Да! Ей! То есть, таким образом, мы только на втором шаге определили скоуп, определили алгоритм. Предположим, мы взяли хороший, правильный алгоритм, и количество штук, над которыми мы думаем, оно постоянно растет. Следующий шаг. Нужно же это как-то заимплементировать. Мы ищем библиотеку, в которой этот алгоритм описан, и мы пытаемся его применить. Этот прекрасный кусок кода из официальной вики OpenSSL. Что она делает? Шифрует. Безусловно. Что делает вот… Вот что значит IES 256 CBC? Ладно-ладно, это не вопрос на засыпку. Но это шифрование IES в режиме CBC. Вопрос в том, что вот там есть параметры, там есть инвестиционный вектор, там есть какой-то нул. Да, и вообще там при шифровании нам нужно подумать про паддинги, нам нужно осознавать там, какой этот будет паддинг, нам нужно подумать про инвестиционный вектор, откуда мы его берем, нам нужно подумать про буфер, длину буфера, длина ключа и так далее. И это прекрасное место, чтобы налажать. Это ошибка номер три. Неправильное использование. Даже если мы правильно определили сколп, мы правильно выбрали алгоритм, мы подставили не те параметры, либо мы неправильно его использовали, и мы опять налажали. Таким образом, количество штук, над которыми нам нужно думать, когда мы всего-то навсего хотим защитить хранимые данные, оно продолжает расти. Но и это еще не все. В шифровании мы используем ключи. Конечно, мы понимаем, что ключи отличаются от пользовательских паролей. Конечно, мы говорим, что возникает вопрос про key derivation. Как сгенерировать ключ? Какая KDF? Где хранить ключ? Не дай бог, как передавать ключ? А если в нашей системе предполагается, что ключи могут истечь, нам нужно подумать алгоритмы key expiration, key revocation. Это куча. На самом деле, key management всего два слова, но за ними скрывается куча работы, которую нам нужно сделать еще. И даже если мы правильно определили скоп, алгоритм и параметры, но положили ключ в plaintexte прямо с зашифрованными данными, ну, не очень. Да, это ошибка номер четыре. Количество штук, о которых приходится думать, продолжает расти. Но и это еще не все. У нас не только один продукт. У нас не только одно место. У нас целая инфраструктура. У нас есть сервера, база данных, есть разные клиенты. И в каждом из них вот по нашей инфраструктуре тонким слоем размазаны ключи. И налажать можно в любом месте этой инфраструктуры. Реально количество вещей, которые, да, бэкапы, шифрованные бэкапы, где хранить ключи от бэкапов, количество вещей, которыми нам приходится думать, оно еще сильнее растет, растет, растет и вырастает в огромную стену безумия, которое нужно решить, о котором нужно подумать, когда мы всего-навсего хотим защитить хранимые данные. Похоже на правду. Чувствовали такое? Вот эту волю. Я понимаю ваше чувство, да. Есть очень интересное исследование 2014 года, где ребята взяли и проанализировали где-то 250 CVE-шек, 269 за три года, и разбили их на категории. Откуда? Причины возникновения багов. И вот самое интересное там две категории. Это баги внутри криптобиблиотек и баги в коде приложений, которые используют эти криптобиблиотеки. Как вы думаете? Какие там циферки? Давайте так. Сколько, какой процент багов внутри криптобиблиотек? 5-10%. Что-то я слышу очень-очень диверс мысли от 5-10 до 90. Давайте выберем какой-то. Треть. 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 50. До 10. Ладно, ладно, ладно. Пятая часть. Реально пятая часть багов это ошибки в криптобиблиотеках. Остальные 83% это вот эти руки. Прямота этих рук, которые эти криптобиблиотеки используют. Наверное, мы бы хотели, чтобы мы, как для нас, как для девелоперов, было больше шифров. Вот есть проблема, есть решение, нам не нужны, можно выбрать шифры, нам не нужны думать про паддинги, нам не нужно думать про режимы работы. И этих шифров, на самом деле, их довольно много. Еще больше. Еще больше. Что? И еще больше. И мы, как девелоперы, мы бы хотели большего количества шифров, да? Больше шифров, больше возможностей, больше уязвимости, больше атак, больше патчей, больше разговоров, очень интересных разговоров про constant time memory check, про обнуление. Я не вижу восхищения в ваших глазах, это же круто. Да, да, согласна, это круто, но, наверное, только для тех, кто занимается криптоанализом и крипторесерчем. Судя по вашей реакции, как инженеры, как программисты, вы бы хотели чего-нибудь чуточку другого, чего-нибудь, что называется boring crypto. Это концепт, придуманный, представленный Дэниелем Берштейном еще какое-то количество лет назад. И он говорил о том, что boring crypto, либо скучная криптография, это криптография, которую ты встраиваешь, и она работает. Она устойчива к атакам, она не требует обновлений, она просто работает. Скучно просто работает. Boring crypto еще называют plug-and-play крипто. Реально подключил, работает, все, не паримся. Клево? Да. Я реально вижу по вашим глазам, что вас не очень интересуют режимы работы блочных шифров и падинги, и разница между PKS 7 и PKS 5. Падинг спереди, да. Реально не очень сильно интересует. Мы бы хотели решать проблемы пользователей не подделывать нашу инфраструктуру, не изменять ее под существующие криптоалгоритмы, а просто решать те юзкейсы, которые мы хотим решить. Мы бы хотели высокоуровневых функций. Хранить данные безопасно, передавать данные безопасно, убедиться в том, что целостность данных не нарушена. Конечно, мы подозреваем, что под каждой высокоуровневой функцией целый набор правильно скомпонованных криптопримитивов. Там есть и падинги, и режимы, и обнуление, и управление ключами. Но серьезно, вот я верю в том, что инженерам, программистам, что нам не нужно тратить время и главное внимание на то, чтобы разбираться в криптографии. Нам нужно решать задачи. Легко, быстро, правильно. Пользовательские задачи. Документация. Никто не читает документацию. Мы открываем Redmi для того, чтобы скопировать оттуда пример. Скопировал, да, или стековерфлова, что еще хуже. Скопировал, вставил, Да, безусловно, мы бы очень хотели, чтобы к этим всем криптобиблиотекам была хорошая документация, которую можно пойти, почитать, осознать, что она делает. Но это не очень сильно нужно. Нужен пример. Оно должно работать. То же самое с инсталляцией. Да, как это установить? Вот в идеальном мире, вот эти три слова, кстати, под try Boring SSL, они устанавливают Boring SSL, они создают, это под iOS, они создают example проект, где уже встроенный Boring SSL, где подтянуты все зависимости. Нужно просто выбрать свою команду, нажать на кнопочку play, run, и ты получишь приложение на iOS. Легко. Три слова, и есть Boring SSL. Как выглядит команда под Android? Вы помните шутку, как пропатчивать KDE 2 под FreeBSD? И вот там был еще ответ к этой шутке. Нужно всего три команды, да, и это одна из них. Вот для того, чтобы собрать Boring SSL под Android, нужно всего пару команд, и это первое. Здесь указана архитектура Android. Если вы Android-девелопер, вы в курсе, что архитектура больше, чем одна. Соответственно, эту команду нужно применить несколько раз с разными архитектурами. Здесь указана минимальная версия API, которая должна поддерживаться. В результате эта команда компилирует Boring SSL. У вас есть бинарник. Под несколько архитектур у вас есть несколько бинарников. Вы берете эти бинарники, объединяете в так называемый AAR-архив, импортируете в свой Android-проект, нажимаете кнопку run, и надеетесь, что оно взлетит. То есть, с точки зрения инсталляции, нам бы очень хотелось, чтобы эти библиотеки можно было инсталлировать просто, легко, под разные архитектуры и под разные платформы. А платформ у нас много. Мы бы хотели, чтобы криптография, чтобы security работала под Unix, под SX, в браузерах, боже, под Windows. Куча мобильных девайсов. iOS, Android. Под железо, под embedded платформы. Достаточно уже сделали различных IoT, Internet of Shit девайсов. Мы бы хотели, чтобы там тоже работала security. То есть, вторая хотелка, которая нам очень сильно нужна, это красплатформенность. Это больше не опция, это больше не плюшка, это вот must have. Да? Окей. Мы определились с хотелками. Мы определились с нашим идеальным миром и идеальным видением Boring Crypto. Если что, это немного идеализированный концепт. Не надейте, что оно существует. Но к этому можно стремиться. Давайте посмотрим на те опции, на те опции реального мира, которые у нас есть. Первая, наверное, самая простая. Клетка Фарадея и все. Можно еще в бункер залезть на каком-нибудь тихоокеанском острове. Ладно. Да, но нет. Поговорим про HSM. Hardware security model. Кто в курсе, кто видел, кто трогал HSM? Раз, два, три, четыре. Постаробот. Постаробот, да. Да. Что такое HSM? Это железяки, портативные железяки, которые вставляются в вашу систему. Они реализуют обычно key generation, key storage. Генерацию ключ. Они отвечают за генерацию ключей, за управление ключами. Они реализуют крипто примитивы, шифрование. Там, ну, криптопроцессоры и сопроцессоры. И они довольно портативны. То есть можно вставить в свою систему. UBK, если вы знаете UBK, это как частные случаи SSM, HSM, штуки для хранения, для генерации хранения ключей. ТПМы. Trusted platform model. Видели, знаете? Не видели, не знаете? Микросхемки, которые менее портативны, чем HSM, это обычно микросхемки, которые уже идут на вашей материнке, либо которые встраиваются на вашу материнку. Это то, что предоставляется вендорами. И в ТПМах идея та же самая. Они используются для генерации ключей, для хранения ключей. Это источник криптопримитивов. Они часто отвечают за штуки типа шифрования диска, за remote, это station, за подтверждение того, что на этой конкретной машине доверенным образом выполняется какой-то конкретный код. И главное, что ТПМы, это так называемый trust anchor. Это то, что позволяет иметь доверие к железу, к выполняемой среде. Из преимуществ этих из преимуществ хардверных компонентов. Это компоненты с известными гарантиями безопасности. Это так называемый trusted environment, что вы можете быть уверенным, что то, что выполняется на них или на системе с ними, выполняется в trusted environment. Да, в доверенной среде. С другой стороны, именно вендор, это вендор лог. Вы как инженер, как разработчик, скорее всего, понятия не имеете, что там происходит, у вас нет возможности посмотреть, потрогать, кроме как API, которые они предоставляют. Кстати, на некоторые HSM довольно большие и сложные. На них уже устанавливают Linux. Ну, это открывает свои двери. То есть, с одной стороны, HSM предоставляют более надежную среду для выполнения криптопримитива. С другой стороны, когда вы выполняете что-нибудь на них, надежность вашей системы зависит от того, сколько раз данные копируются и какие у вас API к HSM. То есть, это что-то в другом контексте выполнения. В софтверной криптографии у нас такого нет. В софтверной криптографии больше возможностей, больше библиотек, она более кроссплатформенна, потому что HSM это довольно, ну, у HSM высокий cost of maintenance. Да, это установить, это обновлять, саппортить. они не кроссплатформенны. Софтверная криптография более кроссплатформенна и данные, которые, юзерские данные, если вы оперируете использовать, если вы оперируете использовать данные, вы можете оставаться в одном и том же контексте. В чем проблема? В том, что нету никакого способа установить, что среда, которая выполняет код, выполняет его корректно. Нету вот этого trust anchor. с другой стороны, есть еще, очень многие говорят про криптографию в браузерах. Если мы скажем слова DOM, XSS и no-code trust, из них попытаемся собрать слово счастье, это ответ на вопрос про криптографию в браузерах. В общем, не очень. Пока еще. Но мы работаем на этом. Вернемся к HSM и софтверной крипте. Можно это объединять, нужно это объединять. Например, это можно сделать распространенно, можно взять лучшее из обоих систем, из обоих идей. Например, на серверах утащить доверие в ТПМ, на конечных рабочих станциях подвязать доверие к контейнеру, где это все выполняется, и защитить пользовательским паролем. Это, кстати, очень похоже на схемы современных клиент-банков. Мы можем получить более гибкую систему, где-то менее надежную, где-то более надежную, но которая работает плюс-минус связно во всем. Окей. Вижу ваши заинтересованные лица, давайте поговорим про практику. Еще раз вспомним те хотелки, которые, или там те требования, которые мы, о которых мы говорили в разряде криптографии, да, как использование. Мы хотим, чтобы это было просто установить, просто использовать, чтобы оно было кроссплатформенное, чтобы оно было достаточно хорошо задокументировано, желательно open-source, чтобы можно было посмотреть, что, где, как почитать, желательно, обязательно, пройденные аудиты и time proven, да, и проверенное временем, так? Давайте оставим HSM, TPM и вендором и вернемся к софтверной крипте. Можно выделить три компонента. Криптобиблиотеки, криптосистемы и такие box solutions, законченные решения. Сейчас про каждую из них. Криптобиблиотеки. Они реализуют законченную функцию безопасности, типа зашифровать, расшифровать, проверить подпись, подписать. Криптобиблиотек много, вот там есть, там по ссылочке есть огромный целый список, скомбинированный по языкам, но, к сожалению, они довольно редко удовлетворяют нашим хотелкам, они довольно редко имплементируют идею Boring Crypto. Вот здесь вот несколько библиотек, которые, с моей точки зрения, приближаются к... Так, что там у нас? Noise Protocol. Это фреймворк для построения шифрованных протоколов связи. Ну, Lib Sodium, я думаю, вы все знаете, это порт Natri-Hlor. Маленький, ну, маленький, простой, не настолько быстрый, как Natri-Hlor, но очень удобный в использовании. Temis библиотека для хранения и защиты данных, также для реализации Zero Knowledge Proof протоколов. И KeyCary, это гугловская библиотека, я думаю, вы тоже слышали, гугловская библиотека, источник крипто примитивов и хранения и операции, ну, KeyManagement. Если мы говорим про Boring Crypto, либо про то, что подходит, тянется к Boring Crypto, то приблизительно так может выглядеть команда, может выглядеть весь код, нужный для того, чтобы реализовать шифрование сокетов на временных ключах. Открыли сессию, убедили, что она открыта, отправили данные, получили данные. Все, для нас, как для программиста, все. Что там происходит обмен ключами, что эти ключи временные, что они постоянно ротейтятся, что данные шифруются, как данные шифруются, режимы, падинги, Boring Crypto включил, работают. Криптосистемы. Криптосистемы немного сложнее. Они комбинируют security функции для достижения максимальной гарантии безопасности. Очень часто они состоят из многих компонентов и решают какой-то конкретный use case. Например, Axelotter. Я думаю, вы в курсе про Axelotter. Это протокол для обмена сообщения между большим количеством пользователей. Это протокол, на котором основан сигнал. Да? Да? Не вижу узнавания в ваших глазах. Следующее. GERMES. GERMES – система для криптографического управления доступом в многопользовательских документах. ZeroKit. То же самое. Ну, SSL, TLS, я думаю, вы в курсе. Пример. Смотри на пример. Нет. Это GERMES. Это вот одна питоновская команда с несколькими параметрами позволяет добавить зашифрованный документ и управлять ключами, криптографически управлять ключами, не надеяться на ICL, а давать доступ к определенным пользователям. Такой же командой можно, ну, конкретно вот это создает файл и дает доступ на чтение и запись пользователю user1. Точно такой же командой, похожей командой можно дать права другим пользователям, можно права рывокнуть, можно файл удалить. Опять-таки, мы как программисты не заботимся, мы здесь не видим параметров шифров, мы здесь не видим ключей, мы здесь не видим этого всего. Оно все скрыто, у нас есть команда используй. Скучно, легко и скучно. Так? Следующий шаг апофеоз. Это бокс и solutions. Это решение, которые, это законченные решения, которые соединяют криптосистему и пользовательский функционал для каких-то конкретных юзкейсов от самого начала до самого конца. Я думаю, здесь вы тоже видите знакомое название. Так, Acra, это encryption proxy для баз данных. Vout, распределенная хранилка секретов для ваших приложений. TrueCrypt, управлялка контейнерами, про SSH и так знаете. То есть каждая из этих штук, это законченное решение от начала до конца, в котором много всего. Пример. Пример это Acra, прокси для баз данных, там open source на GitHub и всякое такое. все, что нужно для того, чтобы ее запустить и заставить работать, сказать go run и Docker compose. Все. Когда мы принимаем решение, как, что нам использовать, мы всегда отталкиваемся, мы должны отталкиваться от юзкейса. Мы должны начинать поиск законченного решения вот сверху, с boxed solutions, с тех возможно уже существующих решений, которые решают нашу проблему от начала и до конца. Когда boxed solutions мы не нашли, либо они не подходят, тогда мы спускаемся вниз к криптосистемам. Возможно, существуют криптосистемы, которые решают нашу задачу. Только тогда, когда криптосистем опять-таки тоже нет, мы переходим криптобиблиотекам. Каждый спуск по этой лесенке означает увеличение количества времени, увеличение количества внимания, количество усилий, которые нам нужно сделать для того, чтобы решить пользовательскую задачу. Это бывает очень тяжело. Вот эта маленькая схемка, это выбор криптобиблиотеки под iOS. Есть такая же под Android. Оно не выглядит простым. Да, выглядит не очень просто, по возможности старайтесь этого избежать. Если есть законченное, там по ссылке большая схема, статья, если есть законченное решение, стоит взять его. У нас с вами, в принципе, у мира вокруг у нас нет никакой проблемы с криптоалгоритмами, с новыми криптоалгоритмами. Исследования показывают, что проблема не в этом. Проблема в том, что эти криптосистемы и криптоалгоритмы, они не боринг, они сложные, захватывающие. Они сложные и захватывающие. Именно из-за этого, не только из-за кривизны наших рук, именно из-за этого мы так часто лажаем, из-за этого происходят наши ошибки. Это масляный светильник. Кто-то видел керосиновую лампу или там? Так, окей. Вы знаете, что эта лампа из-за ладина, это тоже масляный светильник. Их много, они разные, их было много, их было очень много разных видов, и каждый мог сконцентрировать свой собственный масляный светильник или пойти к ремесленник у него заказать потом для того, чтобы включить свет дома. Для того, чтобы включить свет дома, нужно было раздобыть светильник, нужно было раздобыть масло, фитиль, принести все домой, залить масло, расставить все, потом, когда приходила темнота, ходить и поджигать. И очень надеяться, что оно все не перевернется и не спалит дом вообще. Заслуга вот лампочка Эдисона, заслуга Эдисона не в том, что он придумал лампочку. Даже идея вот вольфорамовой нити, это не совсем его идея. Его заслуга в том, что он сделал механизм в коробочке. Он придумал лампу, цоколь, провода, электроподстанции. Он придумал целый механизм с выключателем. Вы просто нажимаете на кнопочку и зажигается свет. Вы нажимаете на кнопочку и свет гаснет. Да, его большая заслуга в том, что он сделал свет контролируемым. Нужно было тратить меньше усилий. А теперь внимание, чего бы мы хотели от использования криптографии? Да, в принципе, того же. Мы бы хотели, чтобы она была контролируемая, чтобы безопасность криптографических решений была предсказуемой, было скучной в использовании. и у нас есть на это ответ на самом деле. Как минимум, концепт и прекрасная идея, которой мы все стремимся. Итак, о чем мы поговорили? Мы поговорили о проблемах, которые возникают, когда нам нужно решить одну простую задачу защитить пользовательские данные. О проблемах в выборе данных, в выборе алгоритмов, параметрах, о том, какие у нас есть хотелки к решениям, чтобы оно было простым, несложным, чтобы вставил, три команды вставил, работает. Мы поговорили о хардверных и софтверных решениях, о том, как их комбинировать и о том, какие есть варианты софтверных решений. Лампочка Эдисона это просто пример того, что сейчас все используют, просто легко понятно. Через некоторое время, во всяком случае, мы стремимся к тому, чтобы современная криптография была как лампочка Эдисона. Просто будет стыдно ее не использовать. Но будет скучно. Но понятно. Но и работает. Да? Да! Еей! Я знаю, что пришла зима, и вы зимой очень любите сидеть где-нибудь в кресле и читать прекрасные книги про security. Я подобрала небольшое количество ссылок для того, чтобы ваше желание смогло осуществиться наилучшим образом. Дико рекомендую все из них. Первое это как раз Boring Crypto Даниэля Берштейна. Это его слайды. Они очень простые, очень понятные. Он приводит примеры того, как развиваются криптосистемы, криптоалгоритмы и говорит, что это все идет в неправильную сторону. И почему. Второе это как раз ссылка на исследование с CVE-шками. Дико рекомендую. Там потрясающие примеры багов и вообще мест, где можно налажать. Очень интересно. Третье это презентация автора Lip Sodium. В чем преимущество Lip Sodium на натрий-хлор? Lip Sodium не настолько быстрый. Lip Sodium не настолько портативный, но он намного проще в использовании. И автор выступал с докладом, где он объяснял, как он менял API, основываясь на фидбэке от пользователей, основываясь на фидбэке от программиста для того, чтобы это стало проще. Очень интересно. Дальше больше. Ну, я же знаю, что вы хотите читать больше, больше и больше. Здесь уже подобраны такие более практичные штуки. Немного про крипто-пейпери, немного про защиту баз данных. Совсем чуть-чуть про Android. И последнее, очень прикольное про Remote Attestation. Про алгоритмы, про то, как работает Remote Attestation, какие есть сложности с этим, какие есть решения, какие алгоритмы для решения применяются. Почитайте? Ну, да. Конечно. Но в любом случае я слайды выложу, ссылки все будут. Мы можем на регистрацию сделать сквиз и регистрировать только тех, кто ответит на вопросы, которые будут. Вообще потрясающе. Боюсь, никто не придет, но на вариант. Хорошо, спасибо вам большое. А, точно, есть же еще ссылки. Если вам не настолько интересна криптография, а интересны более практические штуки, у меня есть какое-то количество презентаций, какое-то количество докладов про Zero Knowledge Architecture, про Zero Knowledge Протоколы, про кип-менеджмент. Они, короче, тоже там все есть по ссылке на GitHub, на Medium, на Medium, на Trellivare. Там, где даже есть видео, поэтому можно не читать, можно смотреть. Спасибо большое. Вопросы. Если у вас есть вопросы, давайте с радостью поговорим. Если вопросы большие, сложные, давайте поговорим пир-ту-пир. окей, потом. Если что, можете написать кто-нибудь где-нибудь когда-нибудь вам ответит. Я бы смотрю, может, давай посмотрим. Давай посмотрим. Мне нету. Нет, окей, хорошо. А, вопрос. Сергей Бондаренко из Интюбра интересуется, как же Bouncy Castle с Pongy Castle? I don't have any idea. Как там правильно отвечать? Я считаю, это прекрасный вопрос. очень важный, безусловно. Не надо реализировать, наверное, как на классно. Bouncy Castle при помощи Castle? Bouncy Castle slash Spongebus Castle. Нет, если честно. Не будет уже? Можем погуглить? Давайте погуглить. Давайте погуглим. Фреймборки тоже, типа. Ну, ну, короче, let me google it for you, окей? Нет, мне же не сложно. Пока я гуглю, какие-то еще вопросы есть? Вопросы? Попросы? Хорошо, тогда давайте вдруг вы созреете. Ну, ладно, окей. Почему не париться по поводу пэддинга? Может, вообще не используешь в B7? Отличная идея. Она тебя далеко приведет. Ну, если ты не хочешь париться по поводу пэддинга, бери те системы, в которых есть одна функция encrypt и вторая decrypt. Все, и ты не паришься. Кстати, я погуглила про Bouncy Castle. Да, действительно, это библиотека. Это Java, C Sharp. Если честно, ничего об этом не знаю. Bouncy Castle. А, Bouncy Castle. Да, да, знаю, знаю, согласна. А в чем был вопрос? Там же. Дальше. Программа презентацию. А, о, и справимся. Все, все обновлено было, вам не пьеса. Выложу обновленную версию. Еще вопросы? я вижу. А, вот, если вы будете задать сейболинг крипто, кто же будет любить измечаемый крипто крипто, где-то будет играться люди. Если все, ну, слушай, ну, как-то, ты знаешь, с лампочками у нас пока есть и пользователи, и производители. И вроде как. лампочки, все деды. Нет. Ну, нет. У меня есть, кстати. Смотри, у меня есть фонарик, он очень далеко ушел от лампочки Эдисона, но он реализует одну и ту же, ну, идея все та же. Включил и выключил алгоритм. Так, а в чем вопрос? Тебе не нравится? Ты хочешь, чтобы оно... Захватывающие алгоритмы, они когда падают, они захватывают все... они не должны разбить социстом, типа, да. Еще питание можно? Вот. Вот, если мы даем алгоритм, вы должны очень сильно доверять кому-то пишут. Я понимаю, что это фондонсорс, и вместе с тем все равно как бы в плане доверия кому-то напишет ну, мы будем доверять себе. Конечно, эта проблема решается очень просто. Можно писать свой. Все почему-то говорят, не пишите свою собственную крипту, наверное, в этом есть какая-то какая-то идея, да. Ну, ты прав. Ты прав, есть целый набор хотела, которые мы обсуждали, да, в том числе и то, что мы используем, хотелось бы, чтобы оно было аудит, ну, прошло аудит, чтобы оно было time proven, чтобы оно там прошло все статические анализаторы, ну, в принципе, чтобы там community считала это неплохим инструментом. Идеальных инструментов нету, и даже всех, которых мы используем сегодня, в какой-то момент могут найти уязвимости, которые вот мы сегодня не подозреваем. От этого мы, никак не избежим. Можно не использовать plaintext. Нет крипты, нет проблем. Хорошо, давайте мы на этом закончим. Вам спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...